Это просто отвратительный сериал. Просто мерзкий, наимерзотнейший. Эти грязные, мерзкие пиндосы посмели насмехаться над нами. Они посмели понавтыкать в историю России всякой гадости. Хотя сами они просто вонючки. Ну а на этом у нас всё, дорогие друзья. И всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока. Всё? Они ушли? Ну, ну эти. Ну, ладно, в конце ещё к ним вернёмся, а сейчас давайте начинать. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами Кин, и зовите ваших ручных медведей, доставайте водку, балалайки и разминайтесь перед казачком. Сегодня мы отправимся в прошлое. Великая. Отчасти правдивая история. Знакомьтесь, дочь немецкого князя София Августа Фредерико Ангальд Цербская, которая только приехала в Россию и начинает свой долгий путь становления российской императрицей. Путь этот будет тернист и сложен, а начнётся он с одного не особо удачного замужества. Хамство, ложь, домогательство, дворцовые интриги, тайные заговоры и муж-дегенерат. Что ещё будет ждать Екатерину Великую, вы узнаете в сериале... Скажу сразу, в плане истории я не уч. Почему-то, когда я учился, запоминание даты давалось мне с огромным трудом. Я историю терпеть не мог. А поэтому я не буду рассматривать сериал со стороны исторических неточностей. Скажу просто и понятно. Да, в нём есть современные тренды, за которые мы так любим нынешний кинематограф. Поэтому я буду говорить о сериале, как о... сериале. Тем более, что сам сериал заявляет. А поэтому воспринимать сериал больше, чем ситком, не стоит. К сожалению, многие у нас этого не понимают. Но к ним мы ещё вернёмся. Из ключевых плюсов сериала хотелось бы выделить несколько. Это атмосфера сериала, юмор и, конечно же, актёры. Под атмосферой я подразумеваю потрясающие костюмы, великолепные декорации и стилистику, погружающую нас в ту эпоху. К юмору же можно отнести очевидную клюквенность происходящего. Ручные медведи, водка, вечно бьющиеся бокалы и, конечно же, казачок. Не обошлось без шуток про наивность, глупость, даже какую-то дегенеративность Петра. С которой так великолепно справился Николас Холт. Имеет жену весьма недорно. Воистину недорно. Yes. Про Эль Фаннинг можно сказать, что она, как всегда, прекрасна и отыгрывает на все сто. Но всё же в их тандеме я бы хотел выделить Холта. И объясню почему. Дело в том, что Фаннинг из всех известных мне ролей играет один и тот же тип. Роза с шипами. То есть, это милая девушка, способная дать отпор невзгодам. И роль Екатерины подходит под этот тип. Ура. А поэтому лично для меня здесь выделился Николас Холт. Потому что, как по мне, талант актера можно проверить, поместив его в нестандартную для его амплуа роль. Например, взять того же Скалу Джонса и поместить его в неэкшеновую драму. Согласитесь, интересно, чтобы из этого получилось. Николас Холт известен нам зачастую как добрый, романтичный, дерзкий паренек. Проще сказать, протагонист истории. Ну а здесь на него пала роль не очень хорошего человека. И знаете что? Как по мне, он справился с ней на ура. И легкая глупость персонажа в его исполнении поначалу даже вызывает симпатию. Которая потихоньку перерастает в ненависть и даже в неподдельное отвращение. Дай я еще попробую. Вообще, в этом плане я бы мог сравнить великую с фильмом «Моя девушка монстр». Где к плохому парню испытываешь ровно все те же чувства. Но если подытожить, то я скажу, что это довольно хороший сериал. Даже несмотря на то, что я не особо люблю историческую тематику. Возможно, мое мнение сложилось так, потому что я очень люблю комедии. А в сериале довольно годный, стебный, но все же годный юмор. И комедийная сторона сериала перевешивает остальные. Что можно отнести к минусам? Да, в сериале высмеивается Россия тех лет. Вечно бухающая знать, глупые генералы и Петр Дурачок. Но знаете, я скажу так. На любую ситуацию, как по мне, надо смотреть под разными углами. А поэтому довольно занимательно знать, как нас видят чужими глазами. Но снова же повторюсь. Я не рассматриваю сериал с исторической стороны. Я рассматриваю его, как художественное произведение. Ну и само собой, если вам не нравятся явные посылы феминизма, то не стоит смотреть сериал, так как он весь на них построен. Ну и напоследок, почему я вообще решил снимать обзор на этот сериал? Ну потому что это... Пиздец. И сейчас я по большей части буду обращаться к людям, на которых я натыкался под постами с этим сериалом. Для начала нет. Я ничего не имею против здравомыслящих людей, которым просто не понравился сериал. Кому-то не зашел сюжет, кому-то шутки, кому-то актеры. Дело вкуса. Но какой же триггер у меня вызвали люди, претензии которых, если обобщить... Сериал исторически неточный. Авроамериканец Ростов. Орлов Индус. И сейчас мой любимый комментарий, который я даже не буду пересказывать, а прочитаю дословно. Если уж америкосы снимают историю России, то пусть нормально снимают, а не через жопу, коверкая все, что можно. Браво. Браво, блять, браво. Мои постоянные подписчики знают, что я редко матерюсь у себя на канале, а если и матерюсь, то стараюсь, чтобы это было уместно. И я так думаю, что уместно здесь сказать... Пиздец. То есть у нас толпами идут на тот же Гитлер Капут или какой-то там Ржевский против Наполеона. И ничего, не возмущаются. Нормально. Или из недавнего обзора Бэда тот же на Париж. Почему этот фильм, основанный на реальных событиях, как все недавно узнали, не воспринимается так в штыки? У нас вот это вот почему-то никак не оскорбляет Россию. При том, что вот это снято в России. А если за рубежом снимают комедию и заявляют с самого начала... То для нас это мерзкие пиндосы, оскорбляющие Россию. И не важно, что это всего лишь выдуманный стёб. И знаете что? Мы бы тоже могли снять годную сатиру или стёб над западом. Если бы за работу взялись люди, умеющие снимать годные фильмы. Но, к сожалению, у нас их очень мало. И они все заняты своими идеями. А поэтому деньги уходят на фильмы, которые пытаются копипастить фильмы мерзких пиндосов. Но вместо годной копипасты у нас выходит говно с маслом. Я пытался донести свои мысли в ВК. На что получил вот такой ответ. Дело в том, что вот такие, как вы смотрите, то, что пиндосы сняли, воспринимают как правду и вырастают с менталитетом, вот как эта дура Боня. На что мне сразу вспомнилась байка из ВК. Что, мол, педофилы притворяются наггетсами в соцсетях и заманивают к себе детей. И комментарии, что если ребёнок соглашается на встречу с наггетсом, то это уже естественный отбор. Так и тут, если кто-то верит в то, что в сериале, который сразу заявляет, что он выдуман, события реальны, то это уже естественный отбор. И вас ждёт в гости наггетс. Знаете, что я скажу? Многие современные русские фильмы, снятые на ваши налоги и выходящие чуть ли не каждый месяц, основанные на реальных событиях, оскорбляют Россию куда сильнее, чем раз в год выстреливший зарубежный сериал. Ну а на этом у нас всё. И всем большущее спасибо за просмотр. Вот такое вот. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вас будет ждать ссылка на просмотр сериала, а также ссылка для вашей поддержки канала и ссылки на мою группу ВК и Инстаграм. Буду благодарен, если подпишетесь. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И будьте добрее, друзья. Увидимся в следующей серии. Пока. Хочешь выпить? Я должна знать своё место. Но принесла две рюмки. Субтитры сделал DimaTorzok